А вот на шампанское Минфин предлагает поднять акцизы. Не на российское, а на импортное. Впрочем, уже сейчас этот напиток у мечей на новогоднем столе не самый популярный. Выбирают покрепче. Насколько повысился градус предпочтений и что горожане будут наливать в свои бокалы и рюмки в новогоднюю ночь, узнала Тахмина Тынысова. За месяц до нового года омичи сметают с полок магазинов не шампанское. Если в декабре прошлого года этот напиток был самым популярным, то в этом году, по прогнозам экспертов, самым продаваемым алкоголем станет водка. На втором месте пиво, на третьем вино, затем коньяк и ликер. Спрос на игристый напиток магазины стимулируют с помощью акций. Пик продаж ожидают во второй половине декабря. Градус интереса к крепкому алкоголю повышался лишь накануне праздников. Всего за прошлый год омичи выпили 6700 литров водки, потратив на нее почти 2 миллиона рублей. На 600 тысяч меньше ушло на вино, зато выпили его больше, почти 10 тысяч литров. Самым популярным по итогам прошлого года стало пиво. Больше 8,5 миллионов рублей было заплачено почти за 120 тысяч литров пенного напитка. В пересчете на одного жителя региона получается, что омич за год выпивает 3,5 литра водки, 5 литров вина и 60 литров пива. К слову, пить в Омской области стали меньше. В рейтинге, который ежегодно составляет федеральный проект «Трезвая Россия», регион поднялся с 29-го места на 24-е. При исследовании учитывали число жителей, стоящих на учете в наркодиспансере, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и смертей от отравления спиртными напитками. Самыми трезвыми регионами России уже несколько лет остаются Кавказские республики – Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самые большие проблемы с алкогольной зависимостью – в Магаданской области, Чикотском автономном округе и Республике Коми. Продолжение следует...